мальчик хочет тамбов да кто сейчас не хочет в тамбов и мальчик и девочка и автобус ильяс 52 93 и кошечка стоп что сегодня как вы поняли будет сравнение общественного транспорта рязани и тамбова и как обычно начну я со сравнения городов население тамбова составляет 292 тысячи человек рязани 539 тысяч бюджет тамбова 7 миллиардов 653 миллиона в пересчете на каждого человека это 26 208 рублей это немногим больше чем в рязани но разница не столь существенно поэтому будем считать что это города приблизительно одного уровня давайте же посмотрим какой общественный транспорт в тамбове и чем он лучше рязанского а чем хуже и начнем мы как обычно с коммерческого транспорта коммерческий транспорт в тамбове развит довольно сильно то есть как мне кажется именно коммерческий автобус является основным видом общественного транспорта в тамбове хотя на этом уровне тамбов от рязани практически ничем не отличается ведь в рязани в общем-то коммерческий транспорт также является основой в рязани к сожалению это надо признать но а давайте посмотрим на подвижной состав тамбовского коммерческого транспорта. Начнем с того, что количество перевозчиков в Тамбове поменьше, чем в Рязани, и все они ООО. В Рязани же пока что преимущество за ИП, хотя крупные ООО у нас тоже есть, и, наверное, держат они все-таки большую часть сети, нежели ИПшки. Но количественные ИПшек больше. В выпуске про Калугу я сказал, что, скорее всего, в Калуге сохранилось такое большое количество пазиков из-за того, что перевозчики специализируются или чисто на малой вместимости, или чисто на средней. Но это не случай Тамбова. В Тамбове вполне возможно такое, что у одного перевозчика есть и маленькие автобусы, и пазики, и, да, большие автобусы. Притом, как мне кажется, большие автобусы в Тамбове составляют большую часть коммерческого автобусного парка. И это похвально, потому что в той же Рязани про коммерческие автобусы большой вместимости давным-давно все забыли. Да более того, чуть было не забыли про автобусы средней вместимости. А Тамбов на минуточку почти в два раза меньше Рязани. Но опять же, как и в случае с Владимиром, это не мешает тамошней коммерции вполне себе использовать автобусы большие. Пазики, конечно, и мелкие фургончики также присутствуют, но относительно больших автобусов их немного. И надо заметить, что если во Владимире основой автобусного парка коммерции является Еврохлан, то в Тамбове все большие коммерческие автобусы это чисто российские Лиазы и Нефазы. И берут их, откуда только их не берут. Например, в 2019 году несколько автобусов модели Лиаз-5293 покинули Рязанскую автоколонну 1310 и их взял один из тамбовских перевозчиков, частников. И по-прежнему они ездят на улице Тамбова. Ну, знаете, это вполне себе неплохая перспектива для автобуса. Это все-таки лучше, чем в металл. И надо заметить, что такое обилие автобуса большой вместимости в Тамбове, это что-то историческое. То есть не было такого, что взяли и запретили там условные газели и заставили перевозчиков ездить на больших автобусах. Как-то вот так вот исторически сложилось, что в Тамбове коммерция выбрала большие автобусы, а в Рязани решили брать фургоны. И уже потом, при поддержке управления транспорта, заставили коммерцию переходить хотя бы на пазики. Ну, а про большую вместимость нам пока что, к сожалению, мечтать даже не приходится среди коммерции. Мы как-то даже спрашивали одного коммерческого перевозчика, почему они не переходят на автобусы большой вместимости. Правда, это не совсем коммерческий перевозчик, но это другая история. И те нам ответили, что низкая стоимость проезда. Но про стоимость проезда в Тамбове мы еще вернемся. И я там, наверное, тоже побомблю. Это такой спойлер маленький. Но все-таки Тамбовская коммерция, нельзя это не признать, на две головы выше Рязанской. При всем при этом в Тамбове есть и муниципальный автобусный парк. Компания Мосгор... Тамбовгортранс. Это муниципальное предприятие. И у него на сегодняшний день есть 62 исправных автобуса и все большой вместимости. И давайте сравним это с УРТ, у которого на сегодняшний день 65 исправных автобусов большой вместимости. Но в Тамбове все-таки автобусный парк обновляется, а вот судьба УРТ не столь хороша. Хотя, да, есть возможность восстановить еще несколько БУ автобусов из Москвы, но в целом проблема. Давайте посмотрим на подвижной состав Тамбовгортранса. Подвижной состав Тамбовгортранса довольно, лично мне кажется, интересен тем, что самый старый автобус у них 2015 года выпуска, при том, что у них были автобусы и постарше. И 2011 года, и 2014, и 2008. Последние уже списаны. При всем при этом автобусный парк в Тамбове муниципальный продолжает обновляться. В 2020 году было куплено что-то около десятка новых автобусов МАЗ-103. И это тоже большая вместимость. Как мы видим, тут муниципальное предприятие также старается держать марку и не отставать от коммерции. При том, что если коммерция использует более старые автобусы, большой вместимости, изготовленные в конце нулевых, реже там в начале десятых, то муниципальный парк стараются держать на самом современном уровне, не побоюсь этого слова. Что же в Рязани? Тут не все так однозначно. Буквально в 2020 году рязанский автобусный парк МУП изменил свой облик кардинально. Вместо старых лязов 52-56, производства середины конца нулевых, теперь у нас лязы 52-92, производства 2011 года. Но все они поступили в БУ из Москвы с соответствующими вытекающими проблемами. Также есть некоторое количество газовых нефазов 52-99 и более старых, опять же БУ из Москвы, МАЗ-107. Да, в общем-то и все. И перспектив пока что не видать. Новых автобусов не обещают. Может быть, в какой-нибудь конкурсы проскочат, но в 2020-м уже Рязань попыталась в нее участвовать безуспешно. Ну и теперь перейдем к троллейбусу. Да, в Тамбове также один вид электротранспорта, и это троллейбус. И начну я довольно неожиданно с подвижного состава, точнее сказать, его характеристики. Самый старый троллейбус в Тамбове 2010 года выпуска. Для сравнения, в Рязани это 1992 год. Самый новый троллейбус в Тамбове также новее, чем в Рязани. 2015 год против 2013. Все, в общем-то, неплохо. В основном в Тамбове это троллейбусы ЗИУ-682Г и также есть троллейбусы Оптима и Мегаполис. А теперь то самое но, которое я оставил напоследок. Давайте посмотрим число троллейбусов в Тамбове и в Рязани. Итак, в Рязани 130 троллейбусов, которые ходят на 13, если считать кольцевой маршрут как один в 12 маршрутах. А в Тамбове троллейбусов 17. Не маршрутов, именно троллейбусов. А маршрутов в Тамбове 3. И это число продолжает падать год от года. Надо заметить, что в Тамбове троллейбус был вполне себе значительной сетью, но последние годы изрядно его порезали и продолжают резать. Так что, как мне кажется, троллейбус в Тамбове скорее даже обречен. Как ни крути. В Тамбове даже были троллейбусы особо большой вместимости, но до наших дней они не дожили. В отличие от Рязани, где троллейбусы особо большой вместимости не только существовали, но и существуют по сей день, даже их обновили. Что ж, до обновления троллейбуса в Тамбове, то, ну, мне кажется, тут о нем даже говорить не приходится. Сам подвижной состав, в общем-то, и не старый. И если учесть сомнительные перспективы, то навряд ли будет обновляться. В Рязани же перспективы чисто теоретически есть. Да, взяли 78-бут троллейбусов из Москвы, да, их потихонечку выпускают. Естественно, этого мало. Хотя, да, их и так много, этих троллейбусов из Москвы, но по большей части их состояние... Это печально. И опять же, как в случае с автобусом, может быть, надеются на участие в каких-нибудь федеральных программах, но из-за общего отношения к общественному транспорту в Рязани мы мимо этих программ пролетаем. В 2020-м уже пролетели. И опять же, такой момент. Если в Тамбове альтернатива троллейбусу это большие муниципальные коммерческие автобусы, большие, то в Рязани альтернатива троллейбусу это в лучшем случае пазик. А в худшем вообще микроавтобус-фургон. Даже скорее фургон, чем микроавтобус, потому что он изначально создавался как фургон. Это в России из него сделали микроавтобус. А так нет, это грузовой фургон должен был быть. Вот такие вот современные у нас автобусы, прости господи, по России. Печально. Пазики тоже, конечно, современными язык назвать не повернется, но в Рязани это преподносили как офигенное достижение. И, в общем-то, приход крупной компании также, я думаю, лучше не сделает. Опять же, понагонят они и пазиков, на сей раз своих. И, может быть, немножечко мазов, но тоже средней вместимости. Так что на что-то хорошее Рязани надеяться не приходится. А вот в Тамбове, да, там есть большие автобусы. И так вот плавно мы вернулись к коммерческому транспорту, который в Рязани ночь. Что стоимость проезда маленькая, поэтому мы не хотим возить большие автобусы к стоимости проезда. Итак, в Тамбове большие автобусы. Какая там стоимость проезда? 22 рубля по наличке, 20 рублей безналично. Дифференцированный тариф. Замечательно, да? А теперь же в Рязани... А в Рязани стоимость проезда 23 рубля. Да, дифференцированный тариф есть, но лишь в некоторых маршрутках, и то только по транспортной карте. И также скидка 2 рубля, 21 рубль в общем. Так что вопрос возникает. Кто-то очень сильно хочет кушать, похоже. Правда, надо заметить, что про стоимость проезда ныли не исконно рязанские перевозчики, а, в общем-то, те самые представители субподряда. Так что тут, мне кажется, на исконно рязанских перевозчиков нагонять не особо имеет смысла, поскольку, ну, тут опять же традиция коммерческих перевозок, о которой я говорил в выпуске про Перм, играет большое значение. В Тамбове выбрали большие автобусы. У нас вот колеблются между средней и малой. И это, конечно, нисколько не красит город, который в два раза больше, чем Тамбов, но ездит на транспорте в два раза меньше, чем Тамбов. И, конечно же, электротранспорт. Да, в Тамбове, конечно, с троллейбусом поступили очень нехорошо, как по мне. Зря они от него практически отказались. И я так думаю, что ближайшие годы откажутся полностью. А ведь троллейбусов в Тамбове было много относительно масштабов города. Но, опять же, троллейбус там-то заменили на большие автобусы. Есть, конечно, средняя и малая вместимость, но ее не так много, как в Рязани, где троллейбус на тех маршрутах, где его уже нету, заменили именно, что пазики и в меньшей степени фургоны. В общем, на этом все. Это был последний выпуск сравнения общественного транспорта не только в 2020 году, но и на СИМ я хочу завершить первый сезон, сравняя общественного транспорта Рязани и российских городов и перейти к зарубежным. К российским городам мы еще вернемся, но позднее.